Книга «Открытым оком». Тема женщины. Седьмой том. Вопрос 1824. Когда я читала «Жития святых», то узнала, что жить с неверующим мужем грех. Тогда я стала удаляться от него. Он у меня старый коммунист. А он стал злиться, и отношения наши резко изменились. Я ушла спать к внучке в другую комнату, а муж стал пить сразу же после этого. Я знаю, что правильно поступило, но на душе все равно неспокойно. Я по-прежнему люблю своего мужа. Мне пришлось побеседовать еще с двумя моими старыми подругами, и они согласились точно так же прекратить плотское сношение со своими мужьями. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Где в «Житиях» есть об этом разговор, то не являются ли эти эпизоды подобные позднейшими вставками в биографии «Жития апостолов»? Если это были «Жития, живших после III века», тогда вполне это и было так. Уводили жен от мужей. Это учение страшное. Его называет апостол Павел Бесовским. Оно от сатаны. 1 Тимофея 4, с 1 по 3 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена «Отступят некоторые от веры, внимая духом опольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушали благодарением». Эти вставки в «Жития» сделали, быть может, лжесловесники, как называет их апостол Павел. И они опровергаются только Писанием Божиим. И они опровергаются только Писанием Божиим. Всем им анафема отныне и вовеки. Галатам 1, 8, 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Неизвестны монахи, и они точно так же любят жен и девиц, только заочно. Если эту идею оставлять неверующих мужей составил бы апостол любой, то ему вопреки говорил апостол Павел. 1 Коринфянам 7, 13. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Так что в житиях очень часто встречается, что так прозываемые святыми проповедовали не просто неевангельское учение, но насаждали бесовское, антиевангельское учение и губили этим людей. Во свете Библии это и видно. «Смотрите на все открытым оком». Фома, память 6 октября. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим и убогим. Сам же, подвизаясь к проповеданию Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время тот юноша, который по совету Фомы обещал сохранить девство вместе с женою своей, услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, вместе с нею прибыл к апостолу. Наставленные святым апостолом Христовой вере, они приняли от него святое крещение. Девица получила при всем имя Пелагии и впоследствии пролила кровь свою за Христа. Юноша же наименован был Дионисием и впоследствии удостоен сана епископа. Возвратившись с апостольским благословением свое Отечество, они распространяли славу имени Божия, обращая неверных ко Христу и созидая в городах церкви. Сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие. Фома просвещал проповедью Евангелия индийские страны. После сего Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере знамениями и чудесами. Прибыв в Мелиопор, он просветил там многих проповедью Евангелия и утвердил их святой вере. Проповедуя здесь Христа, святой обратил к вере одну женщину. Они стали слушать учения Фомы, который много говорил о Христе Господе и учил вере в Него, причем говорил также о смерти, о суде и гиене, и о Царстве Небесном. Слушая все сие, Мегдония умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседуя с племянницей своей, Синдикией о Христе, утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божиими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на перах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его, и когда он не мог заставить Мегдонию изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтобы тот послал жену свою, царицу Тертиану, уговорить Мегдонию не гнушаться супружеским сожитием. Царица Тертиана и Мегдония, жена Коризия, были родные сестры. Царица пошла к Мегдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу? Мегдония отвечала, «Потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога, Иисуса Христа, и не хочу быть оскверненной человеком неверующим и нечистым». Тертиана и Мегдония, запечатлевшие в сердце своем все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Царица Тертиана, возвратившись от Мегдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плоского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему, Коризию, «Желаю возвратить тебе твою жену, я потерял и свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». После сего царь и Коризий произвели самое строгое расследование о причине такой перемены, которую они заметили в своих женах и узнали, что некий иностранец, пришелец по имени Фома, научив их вере Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие с своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие из служителей царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Царь сказал, «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайся моего повеления, как отвратил ты своей хитростью жен наших от нас, чтобы они не сообщались с нами, так снова обрати их к нам. Ибо если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общении, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал, «Не подобает рабыням Христовым иметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными, злочестивыми и неверующими. Слово Божие распространялось и вера святая укреплялась». Из библейских мотивов «Сосуд с целебной водой иордана Я, братья, вам принес, Напейтесь из него, И кроткая душа Восторгом обуяна Забудет черный день Злосчастья своего. Напейтесь из него И исцелитесь, братья! Замолкнет стон в груди, Замрут в устах проклятия, Я вечный мир принес. Сионской высоты Принес я ветвь оливы, Коснитесь и ее Бог чудо совершит. Вы, просветленные, Спокойно горделивы, Стряхните с ваших ног Прохмщения и обид, И будет на земле Одно святое братство. Без гибельных имен, Без злого святотатства Я истину принес, Я камень вам принес От древнего Содома. Пусть он напомнит вам Погибель злых людей, Пускай-то весть пройдет От дома и до дома, Что я пришел карать Неправедных судей. Иное я хочу устроить В мире царства, Без лжи смеющейся, Без низкого коварства, Я правду вам принес. Пред голосом моим Преступник побледнеет, И в страхе убежит, Безумствуя тиран, И ветер след его С проклятием завеет, Рассеется в умах Бессмысленный туман. Слепцы увидят свет, Сияющий повсюду, И станет жизнь тепла Ликующему люду. Я волю вам принес. Фуфанов, Март 1880 год.